Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС, студия Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Что хочется отметить? Доброжелательность персонала, чистота на территории. Визит представителей компании «Российские железные дороги» на станцию. Ученикам 9 и 10 класса дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ начисляются, а точнее 100 баллов. А ученикам 11 класса это поступление, льготное поступление в высшее учебное заведение. Отборочный тур инженерной олимпиады. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 4 энергоблока, суммарная мощность 26 564 мегаватта, суммарная выработка 12 714,3 миллиона киловатт-часов, что составляет 100,8 процента от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-й и 2-й энергоблоки, нагрузка суммарная 2120 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Смоленск АЭС Выработка электроэнергии Смоленск АЭС с начала года составила 801 миллион киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленск АЭС завершилась двухдневная рабочая встреча, посвященная реализации программы по достижению нулевого травматизма на производстве. Ее участники, специалисты атомной станции, открытого акционерного общества Российские железные дороги и Клинского института охраны и условий труда, обменялись передовым опытом в области охраны труда и промышленной безопасности, обсудили пути дальнейшего совершенствования этой важной работы. Открывая встречу и приветствуя гостей от имени руководства Смоленск АЭС, главный инспектор атомной станции Рамиль Галиев подчеркнул, что подобные встречи представителей разных отраслей промышленности непосредственно на производственных площадках очень полезны. Они позволяют обменяться важной информацией по совершенствованию систем управления охраной труда и совместно выработать новые прогрессивные подходы. Мы много слышали о новых подходах, о качестве работы, в том числе по безопасности производственных процессов в атомной энергетике. Ожидания полностью подтвердились, особенно, что хочется отметить, доброжелательность персонала, чистота на территории электростанции, везде плакаты, предупреждающие, агитирующие, чтобы люди соблюдали, что дороже жизни ничего на свете нет. В ходе визита представители российских железных дорог посетили действующие энергоблоки Смоленск АЭС, тренажерный парк учебно-лабораторного корпуса для подготовки и повышения квалификации ремонтного персонала, тренировочный полигон пожароспасательной части номер один. Они ознакомились с информационными системами по контролю за состоянием охраны труда, организации производственного контроля, контроля за состоянием помещений, рабочих мест и оборудования. Напомним, что с прошлого года Россия присоединилась к международной программе по достижению нулевого травматизма во всех отраслях экономики. Крупные российские компании разрабатывают мероприятия по основополагающим принципам обеспечения безопасности работников, лидерства, управления рисками, повышения квалификации работников и ряду других. Мы здесь говорим о практических аспектах. Мы очень мало, что называется, знаете, теоретически чего-то изучаем, а здесь демонстрируется практика, даже в лучшей практике, поэтому это обязательно сопровождалось с выходом на территорию Смолинской атомной станции. Это очень полезные встречи, и мало того, участники отметили, что надо даже чуть больше компаний привлекать. Это только пока две компании, а, конечно, мы будем привлекать большее количество компаний к таким встречам, и постараемся сделать эти встречи постоянными. Смоленских атомщиков, в свою очередь, заинтересовали наработки по внедрению программы нулевого травматизма железнодорожной компании. Российские железные дороги, они первые начали, на мой взгляд, заниматься вопросами рискориентированного подхода по вопросам обеспечения охраны труда работников. Было очень интересно получить и узнать шире их опыт, который они имеют уже на сегодняшний день. У них такой комплексный подход, и была уже систематизирована работа по классификации мероприятий, по охране труда, которые необходимо выполнить при тех или иных событиях. В школе номер 4 Десногорска прошел отборочный тур инженерной олимпиады, организованный концерном «Росэнергоатом» совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ. Испытать свои силы в знаниях по физике решились 40 учащихся 9-11 классов и школ Десногорска и Росовля Смоленской области. Олимпиада прошла одновременно на площадках всех городов расположения атомных станций России. Ученикам 9-10 класса дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ начисляются, а точнее 100 баллов, а ученикам 11 класса это льготное поступление в высшее учебное заведение без сдачи экзаменов. В течение трех часов старшеклассники решали задания по физике второго уровня, требующие знаний механики, динамики, гидродинамики, молекулярной физики, электричества и магнетизма. Сложность Олимпиады заключалась еще и в том, что под рукой у них не было никаких технических средств. Пользоваться они могли только знаниями, накопленными в процессе учебы и собственной смекалкой. ЕОМИФИ является единственным ядерным университетом в России. В нем сосредоточены одни из лучших профессоров России и мира вообще, а также предоставлена огромная материальная база. Финал инженерной Олимпиады состоится 10 февраля. В него пройдут учащиеся, набравшие наибольшие баллы. По статистике, примерно одна треть от числа участников отборочного тура. Финалистам будут направлены соответствующие сертификаты с подтверждением того, что они являются победителями и призерами. По результатам Олимпиад предыдущих лет заключены договоры Смоленской АЭС о целевом обучении 23 студентами профильных вузов Москвы, Обнинска и Санкт-Петербурга. Первый выпускник вуза, обучающийся по целевому направлению, придет трудиться на атомную станцию в феврале 2020 года. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. До 20 февраля открыт прием предварительных заявок на участие в международном детском творческом проекте «Росатома» «Нуклея Китс-2019». Приглашаются творчески одаренные десногорцы с 11 до 16 лет. Справки по телефону 985-427-07-77 и 499-949-43-69. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте проекта и по электронной почте, которую вы видите на своих экранах. В 2018 году «Смоленская АЭС» впервые реализовала проект «Себя ждут дома», ориентированный на повышение культуры безопасности и вовлеченности персонала атомной станции и подрядных организаций. Юные десногорцы высказали свое мнение на тему ответственного поведения на производстве и в быту, применение средств индивидуальной защиты. Трансляция детских размышлений на телевидении, радио, экране коллективного пользования и в газете стала хорошим дополнением к отраслевой программе по повышению производственной культуры и профилактике травматизма. В 2019 году проект продолжится. Все, кто хочет принять участие, обращайтесь в Управление информации «Смоленская АЭС» по телефону 744-42-698-68 и на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. 26 и 27 января физкультурно-оздоровителям комплекса «Десна» пройдут соревнования в рамках Открытой Лиги Смоленской области по баскетболу. Команда «Динамо-Росэнергоатом» САЭС «Десногорск» встречается с командами «Гладиаторы» из «Вязьмы», «Квантум Сатис» и «Смоленска». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленская АЭС» с важными событиями жизни станции? Вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru а также в официальной группе «Смоленская АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok